Учитывая серию трагических событий в России, Александр Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. В эти дни в стране организуется множество событий с участием большого количества людей. По поручению президента, все должно пройти без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Для этого мобилизовать ресурсы должна вся вертикаль власти, от сельских и поселковых советов до правительства и Совета безопасности. События в России, произошедшие в последнее время, добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее, и прочее говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому, чего бы нам не стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это главное. Помимо вопросов обеспечения безопасности, сегодня во Дворце независимости подводили финансовые итоги года. Среди обсуждаемых тем были вопросы привлечения внешнего финансирования. Александр Лукашенко призвал присутствующих на совещании провести детальный анализ как кредитных предложений, так и проектов, для которых эти инвестиции привлекаются. При этом главным критерием должно стать соответствие принимаемых решений государственным интересам. Наша страна имеет хорошую кредитную историю. Мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги. Поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков и так далее. Но при этом надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов – это святое. При заимствовании это надо иметь в виду. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам. Иметь ясные перспективы и цель, во имя чего мы это делаем. По оценке правительства и Национального банка, Беларусь нынешний финансовый год завершает с неплохими показателями. Государство в сроке в полном объеме рассчиталось по внешним займам, при этом удалось нарастить золотовалютные резервы.